Друзья, для того, чтобы понять, какой калибр сейчас используется на ракете, необходимо немного заглянуть в историю. Именно поэтому я сейчас в гостях у Александра Бродниковского. Это, на самом деле, один из, наверное, самых известных коллекционеров часов ракеты. У него огромное множество и часов, и механизмов. Александр сам долгое время проработал на часовом заводе, и сейчас он поделится с нами историей механизма часов ракеты. Александр, добрый день, приветствую вас. Здравствуйте. С чего все это начиналось? Какие калибры вообще использовались, когда завод именно начал производить часы? Дело в том, что Петродасовый часовой завод – это была гранильная фабрика, которая организована была в 1721 году. Кстати, в этом году исполняется 300 лет часовому заводу вот этой гранильной фабрики. Ну, это завод ТТК был, Петродасовый часовой завод, в общем, ракета. Это самое началось с того, что был первый цех, в котором обрабатывали камни, каменное производство было. Ну, и, как известно, сделана была карта Советского Союза, я не знаю, где она сейчас правда находится, вот такая, из камней. Представляете, из камней каменная карта была. Насколько большая по размерам? Она, ну, большая она, я даже не знаю, сколько она, огромная, не знаю, сколько там. Ну, не вот такая. Не, не, не так большая, большая карта, там эти самые большие города, ну, города были обозначены рубины, вот, ну, остальные там все, там, зеленые, там, яшма, там, малахит и так далее, вот это все это. Такая карта есть, она существует, вот, но это все на заводе делалось, но Петродасовый часовой завод, он начал, ну, как, как завод, это самое, дело часы, где-то, подожди, в каком году, 40, ну, после войны, короче, 49, 49 год, по-моему, вот, тогда еще. Вот, и первый механизм пошли, значит, звезда, это, этот самый, как он, французский механизм ЛИП, ЛИПовский, вот, как известно, и второй московский дел, ну, в общем, много заводов всяких разных дел, эти часы, значит, звезда, и Победа, тоже, тоже ЛИПовский механизм, КАС-К-26 механизм. Ну, то есть началось производство именно на этих калибрах. Да, да, вот это производство. И ракета делала тогда только внешнее оформление. Правильно, и завод ЗИМ такой был, вот, они все время делали, ну, у них было военное производство, правда, они делали, там, взрыватели всякие разные, ну, военное производство было, и вот они, как начали Победу делать, часы Победы, так они продолжали, вот, сейчас завода нет уже, они все время делали, делали вот этот механизм, вот этот, Победовский, вот. А вот на часовом заводе было, только базовых механизмов было 11 штук, представляете себе, это не, даже вот, мануфактуры, которые, шевестерские всякие разные, там, которые, вот, известные довольно-таки, у них не было столько механизмов базовых, а вот на часовом часовом заводе были, вот такая штука интересная была. Ну, самый, скажем так, период рассвета, да, максимальное количество было? Да, 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 но дело в том, что, ну, смотрите, значит, я говорю, что просто люди были такие, вот, у меня тут была как-то, разговаривали с Рючина, Ларина, вот, Войник, вот, я, значит, общался с товарищами, ну, и вот мне говорили, что люди были, они одержимы были производством, им нравилось это самое, именно чтобы мы были первые. И вот они, значит, рассказывали, как они разрабатывали механизмы, ну, сначала победа была, да, победа была, и оставались после работы, разрабатывали механизмы, такие, как этот самый, разработок было очень много, просто масса разработок было всяких разных, которых даже не было, это, потом покажу эти самые механизмы, которых не было, и это самое, ну, вот. То есть люди даже не в свое рабочее время. В лишнее время им интересно было заняться этим. И вот они разработали этот самый рекорд, рекорд разработали. И Россия, Россия, Балтик, вот эти механизмы разрабатывали. И все было разработано. Потом, а, под руководством Старкова и Киселева. Вот это все это дело, значит, разрабатывалось. И когда представили, значит, директору, и утвердили, значит, два механизма вот этих. Этот самый рекорд делали. Рекорд, кстати, получил первую премию в этот самый гран-при на Лепсевской ярмарке в 65-м году, по-моему. В 65-м, да? В 65-м году. Получил медаль в своем классе, как самый тонкий механизм. На то время. На то время, да. На то время, но сейчас другие, конечно, критерии. А на то время, да, вот такая штука. И Россия. То есть Россия и Балтик, это неубиваемые часы, просто они великолепные. Это, я так понимаю, были первые калибры собственной разработки именно часового завода ракеты. Да, именно вот так вот, да. Именно вот 13-го часового завода. Но дело в том, что часовой завод решил пойти еще дальше. Они стали разрабатывать, им надо было разработаны часы со всякими разными условлениями. Вот такая тема получилась. То есть те были простые калибры, абсолютно безусложнений. Обыкновенные. На ручном подзаводе. Да, да, это вот так вот. Значит, им, они решили сделать что? Ну, значит, сам завод. Нужна была эта самая циферблатная сторона, плоская. То есть на которой можно повесить, было этот самый календарь. Календарь повесить можно было. Было разработок очень много. Он разработал двойной календарь, одинарный календарь этот самый, автоподзавод. Кстати, лунный календарь. Да, я видел здесь. Вот, вот лунный календарь, но в серию не пошел. Вот он, вот эти часы с лунным календарем. На самом деле интересно, что очень много таких моделей, но на кварцевом калибре, сейчас продают в том числе люди, которые занимаются винтажными часами, это уникальная модель именно на механике. На механике. Здесь стоит интересный механизм, этот самый дел. Плоская Россия стоит, но дело в том, что в ремонтуаре стоит кулиса, то есть как на 30-50, на часах 30-50. То есть три положения. Первое положение завод, второе положение перевод. Лунный календарь, вот я сейчас попробовал и переводится в лунный календарь. Да, и третье положение перевод стрелок. Вот такая штука. То есть стоит кулиса. Этот механизм уникальный, он серьезнее пошел. При этом на циферблате здесь я вижу надпись кварц. Это не оригинальный циферблат. Это циферблат оригинальный. Но дело в том, что разработка была какая. Они просто решили взять этот, шлепнут. Здесь больше циферблат, чем на кварцевых. Циферблат там больше по диаметре. Но они просто шлепнули вот это вот от кварцевых. Вот это все вот эти знаки. И все. Эта разработка просто такая была. Чисто так. Сырая разработка была. Но дело в том, что... В серии таких часов не было? Не было. А сколько их сейчас существует? А их вообще не существует. Единственные. Единственные. Уникальные часы на самом деле. Я здесь уже смотрю. Здесь очень много уникальных часов. И это, наверное, только 1% от того, что у вас есть. Да. Да. Ну, посмотрим самые интересные модели обязательно. Потом, значит, это самое, что еще? Решили, я говорю, начали вот эти разрабатывать часы. И самые первые часы, значит, были, разработали плоскую Россию. Так называемая плоская 2609НА. Там была разработка какая-то уникальная. Вот, например, делая специальный мост, вот этот вот, мостик вот этот. Он стоит рубиновый камень в барабанном мосту. Барабанный мост барабана с рубиновым камнем. Потом стали уже не стали делать. Уже отказали, как бы сказать, в стулки стали ставить это самое, стальные. То есть просто упростили. Упростили, да. Ну, камень решили убрать. Разработки были, конечно, грандиозные, уникальные. А изначально вообще была идея вот людей, которые разрабатывали калибры, сделать их максимально простыми или, наоборот, старались делать, скажем так, вычурные какие-то вещи, которые, может, не настолько надёжны, но красивые, интересные, функциональные. Нет, дело в том, что здесь всё шло на тот самый, на той сейчас механизмы, чтобы вот эти механизмы, вот смотри, вот эти вот. Вот это вот, самый первый механизм с этим мостом. Вот с этим вот. Вот он самый первый. Здесь разрабатывается что? Вот если взять вот этот механизм, да, и последнюю там, последнюю разработку. Здесь много всяких разных тонкостей. Вот, например, здесь вот это самое крепёжный винт. А потом уже стали сделать вот тут крепёжный винт. Почему, значит, когда закручивали вот этот винт крепёжный, то могли сломать случайно этот самый обод баланса. Ну, для того, чтобы не повредить механизм без горки. И решили вот так вот, вот сюда вот, перенесли его. То есть вот они, механизмы вот эти. Вроде абсолютно одинаковые. Вроде абсолютно одинаковые, но дело в том, другой, и здесь мост другой. Это забаланс. В общем, короче, это вот самый первый механизм, вот. А это уже потом пошли. Вот эти механизмы. Разработок было, вот, например, те же самые, как их, вот рекорды, да? Вот рекорды. Вот рекордов было пять видов, пять вариантов. Вот у меня тут они. А вот этот перекидной мост, который не пошёл в серию. Вот здесь у меня четыре варианта. Но рекорд ещё был с автоподзаводом. Вот так, наверное, первый автоподзавод на ракете. Да, это вот это самое, ну, один из первых, как же так, на плоскости тоже был. Вот они разрабатывают, здесь вот разные механизмы. Вот они вроде смоешь, вроде одинаковые. А на самом деле они разные совершенно. И какой пошёл в серию в итоге? А в серию пошёл вот этот. Да, вот этот, это последний. А здесь вот ещё стоит этот самый трензель в ремонтуаре. А как определяли, какой калибр именно из вариантов пойдёт непосредственно в серию, какие не подходят? Брали наиболее надёжные, наиболее точные, или, может, тот, который дешевле, проще упрощить? Да, наиболее надёжные брали, потому что была, во-первых, комиссия, которая, они же делали этот как-то... Ну, проверяли, тестили. Проверяли, да, тесты были, вот, механизмов этих. Вот, и это самое, выбрали вот этот. Этот механизм выпускали до, бригаду распроимировали в октябре 76-го года. Вот, бригада, последняя бригада, которая была, вот, рекорды делала. Вот такая. А вот этого механизма вообще не было, с перекидным мостом, это роликс. То ли роликс, у нас вроде как взяли вот эту вот модель. Идея, может, она была и дома, но, тем не менее, использовалась. Вот, наше не стали делать, потому что сложно было выставить зазоры, балансы. Если здесь, вот, там... Ну, я так понимаю, ещё нужно было, чтобы оборудование справлялось, и... Ну, да. Чтобы это в серию можно было запустить, это должно быть... Правильно. Один калибр должен собираться не годами, а довольно быстро. И вот этот механизм, вот часы эти, которые вот с этим механизм, перекидным мостом, вот они вот в таком виде. Готовые, уже собранные. Это вот такая разработка, тоже, кстати... Не серийная модель, опять-таки, абсолютно уникальная. Да. Это уникальная модель. Вот такой... Ну, и, собственно, толщина часов очень-очень приемлема. Да. Часы, которые пошли в самые первые, самые-самые первые плоскоросе. Вот они были в таком виде. Вот такие часы, золочёные шли. Это разработка с 72-го года, часы, по-моему, с 72-го. Вот здесь крышка ещё такая, своя, как бы сказать, своя крышка. Потом вот такие вот, вот тоже с динамным календарём, ну, с двойным календарем. Это всё ранее. То есть это на базе одного калибра просто добавили календарь, добавили двойной календарь. Да, да, да. И вот такая вот вещичка тоже идут. Вот они все. В таком виде у меня часы. Ставили задачу вообще производству разрабатывать калибры? Ну, вот вначале вы говорили, что они сами-сами-сами пробовали и потом уже приносили руководству. Или всё-таки завод хотел сделать какое-то усложнение? Ну, там, грубо говоря, добавить лунный календарь или добавить двойную дату? И ставилась задача для производства, разработать калибр. Или всё-таки это постоянно была такая, скажем так, творческая деятельность? Это была творческая деятельность такая, что у нас были эти самые, как, типа разведчиков такие. Алексей Буров, например, он ездил, он жил постоянно там в Швейцарии. А, то есть смотрели, что там... Да, он привозил это самое. Разбирали, смотрели. Разбирали, смотрели, как это свои какие-то доработки делали. В принципе, это же, это нормальное. Потому что, вот, к примеру, те же самые... Ну, я думаю, сейчас китайцы точно так же работают. Да, 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 вот у них такая же тема. Это самая разработка, например, машины, Жигули, вот эта, да, вот эта, которая, Фиат, вот эта вот. Да, это итальянцы, по-моему. Да, итальянцы сюда нам её, значит, поставили, вот, а наши, ну, они не выдержали наших этих дорог и так далее, вот это всё. И они сложили эту машину в кучу. То есть точно так же и с калибрами. Да, да, здесь тоже такая же тема, то же самое. А какая в основном основа была, что привозили интересного? Это там роликсы какие-то, топовые. Много-много-много чего привозили. Или ещё что-то более народное. Вот, вот, например, сейчас часы, вот, Бейкер, вот один в один. Угу. Просто у них там, как сделано, значит, у них механизм такой ужасный, это просто кошмар. Стоит один камень. Угу. Один камень стоит на мосту анкельной вилки. Всё, больше камней нет, не существует. Вот такие. Насы сделали вот этот, вот этот механизм туда поставили, значит, ну, в Косково России, Балтику ставили ещё, кстати. Вот, вообще механизмы великолепные были. Вот, это самое. А у них задача, видимо, продать. Ну, конечно. У них, вот, корпус у них стальной, нержавейка. Угу. Вот, этот самый, как циферблат, ну, внешнее оформление, вообще идеально сделано. Идеально, просто и краска у них там, всё прекрасное. Вот. А механизм вот такой вот. Ну, у них, наверное, были свои задачи, и у нас были свои задачи. У них задача была лизбу продать, вот такая. А не было потом каких-то трудностей, проблем, может, за счёт авторских прав, каких-то патентов и тому подобное? Или тогда в Союзе на это не обращали вообще внимания и не заморачивались? Не заморачивались. Но дело в том, что они просто, да, это та же самая, например, Победа. Вот та же самая Победа, да? Ну, это механизм ЛИП, по сути. Да, это ЛИПовский механизм. Но наши сделали, вот, это самое, свои там тонкости сделали. Потому что у нас же работало конструкторское бюро, технологическое бюро, всё это, всё это работало, заводится. Всё, тем более, ещё этот самый научно-исследовательский институт, этот самый, не ЧАСПРОМ, вот, возили Москву. Там вот, утверждали всё это, смотрели, что к чему и как. Вот, это же всё не просто так, вот, разработали, ещё не сделали. Ну, конечно, конечно. Так что... Что ещё интересного было? Такого, что, наверное, мы сегодня уже и не увидим у ракеты. Какие-то такие калибры, которые зашли в историю. Я вот вижу интересный, там, механизм с двойным календарём. А, с будильником, да. Да, такие часы, которые многие хотели бы сегодня видеть у ракеты в современной, но, тем не менее, таких уже нет и, наверное, не будет. Таких уже вряд ли будут. Эти часы собирались в лаборатории надёжности, то есть это... У них был очень маленький штат, вот, и это были мастера, дикотажники высшей квалификации. То есть на бригаде их не собирали, у них очень сложный механизм. Вот, у них, кстати, может быть, даже были планы по выпуску, но он был очень сложный в производстве, поэтому, как бы, его освоить не смогли. Хотелось показать вот эти. Вот такая вещичка. Это мне мой друг сделал серебряный корпус. Серебряный корпус, знак из зодиака. Вот такая штука. Здесь плоская Россия стоит. Каменный циперблат. Конечно, вещь уникальная. И циперблат каменный, и браслет каменный, тут всё по-второму. И тогда это всё делалось непосредственно в Петергофе, то есть на производстве ракеты камней? Не-не-не, это ювелир делал мне. Нет, я имею в виду камни, которые производила ракета. Да, это корпусы цифроватые каменные. Это всё вот они. Вот, например. Вот. Вот эти вот тоже. Это всё на заводе делалось. Витебский браслет, а вот камешка вот эти вставлялись на заводе. А браслет витебский. Это интересная вещь. Здесь вроде как стоит этот самый 511 корпус. С одной стороны, я смотрю, что выглядит это как современный хронограф, но, грубо говоря, при этом здесь нет никакого секундомера. Это очень-очень большой календарь. Здесь я вижу и день недели, и дату, и что ещё, и 24-часовый формат. Да, 24 часа. И ещё отображение день-ночь. Что это за калибр? Это здесь, опять же, плоская Россия идёт. Вот это, это то, что я рассказывал. Это всё идёт на одном механизме. Это всё сейчас часовой-того делает, вот эти механизмы. Ну, часы вот эти. Но у них, правда, сейчас они делают, они молодцы, они хорошо делают механизмы. Один механизм есть у них, и всё, они делают его. Но дело в том, что они великолепно сейчас научились делать. Если раньше была, например, эта самая, втулка стояла на инвенционном секторе, вот, втулка стояла, а они сейчас ставят подшипник. Он с подшипником. То есть, вообще механизм великолепный. То есть, на ваш взгляд, его доработали хорошо. Они молодцы, да. Вот это надо отдать должное, они молодцы на эту тему. Но я когда разговаривал с Дэвидом, он говорил, что у ракеты нет сейчас задачи делать много-много калибров. Есть задача сделать один классный механизм, который они постоянно усовершенствуют. Вот они и делают. И по пути того же Rolex, что у нас есть один калибр, там 2-3 усложнения, не больше, и мы продвигаем именно один механизм. Естественно, был один калибр. Не было ли людей, которые хотели вот просто с нуля перечеркнуть и как-то попробовать создать заново? Возможно, улучшить какие-то показатели? Или всё-таки от базы не отходили? Вот как сделали вот эти механизмы, вот эти вот, плоскую Россию, так они и делали. Ну, смотри, какая интересная вещь. Это не цифровое, это стекло такое. А, это стекло такое? Ну, что это за стекло? Это, как это, голография, голограмма. Это как были календарики такие? Да, вот такая штука была, значит, видишь, здесь эта самая башня с молнией. Вот. Здесь механизм стоит этот самый, кварцевый. 23-й калибр, по-моему, здесь у меня. Кварцевые часы. И были, значит, Горбачёв, Ленин и вот такая вот. Ну, их практически не было сделано. Ну, вот такая штука интересная. Что я хотел сказать ещё вот это вот. Вот про эту вещичку. Ну, смотри. Опять, часовой завод, была разработка у них, у часовой завода. Решили сделать, где этот механизм стоит с клюшкой. Давайте немножко объясним, что значит с клюшкой, потому что... А, это самое... Далеко не все зрители, далеко это понимают. 24-й калибр. 24-й калибр здесь стоит. Разрабатывались все эти вместе одинаково. 24-й калибр и плоская Россия. Вот разработка... Они вместе стали разрабатывать. Но вот этот механизм отдали Чистопольскому заводам. То есть, те калибры, которые сейчас производят до сих пор... Да, да, да. Вот это часового завода. На самом деле, в советское время не было таких жёстких ограничений. Часто было, что где-то на одном заводе разработали, передали производство на другой, делали друг для друга. Я думаю, что это было абсолютно нормально. Сейчас, естественно, такого уже нет. Каждый завод за свой бренд борется и все свои инновации сохраняет. А вот эти часы вот туда передали, вот этот 24-й калибр, они сейчас делают до сих пор. Ну вот, сделали, это называется часы ракеты, не видевшие света. Не видавшие света, как-то вот так. Название такое было. У вас же, я вижу, что есть такие часы, которые, наверное, может быть, даже не было акварельных дизайнов. Ну вот, в частности, вот эта, например, висичка интересная. Сейчас покажу. О! Вот этих не было. Это здесь вот, этот самый музейный вариант. Это часы есть в этом самом, в рекламе, в рекламе, снятый фильм, рекламный ролик такой снят был. Там плавец плавает, там с яхты, там что-то так вот, в этих часах. А что это такое? А это типа амфибия, вот такая вот, этот самый. Здесь стакан, стакан, и здесь вот такая квадратная резинка стоит, резиночка такая квадратная. То есть, они пластмассовый корпус такой. Но здесь не было механизма. Это музейный вариант. В пятницу в солнечном заводе был музей. Просто этот механизм поставил, и теперь... То есть, здесь основная идея была сделать водонепроницательные часы. Да, да, да. И вот здесь все просто сделано-то. И вот эти две дуга, вот эта вот, она закручивает вот эту, прижимает резинку, и все. Электрические часы, вот эти вот, тоже была разработка. Вот они. Это уже что-то типа славы транзистор, акутрона. Это мне достались, они где-то в каком-то, то ли музее были, то ли еще где. В общем, мы приобрели их. Тоже была своя разработка. Да, своя разработка была. Вот, например, вот такой вот механизм. Вот он. Механизм вот. Такой механизм. Спасибо большое, что просветили немножко про механизмы. Я думаю, зрителям было интересно. Мы дальше будем изучать, как устроен уже современный калибр. Но вам желаю, наверное, пополнения коллекции, найти какие-то самые редкие экземпляры. Ну и чтобы как можно больше людей ваши часы видела, что у вас все-таки получилось создать свой музей часовой. это я давно хочу, но я не думаю, что в скором времени получится. Ну, если он все-таки откроется, когда у вас будут выставки, я думаю, что мы обязательно зрителям об этом расскажем и всех примутим. Вот сейчас должна быть выставка у меня 300 лет часовой завода будет где-то в сентябре, я думаю, или в начале октября вот так вот. Вот будет уехать у меня. То есть, если что, я опять-таки ребят вам всем напишу и на выставку добро пожаловать, если будете в Петербурге и в Санкт-Петербурге. Можно приехать и со всеми этими часами вживую познакомиться, посмотреть на уникальные калибры ракеты. Александр, еще раз вам большое спасибо. Спасибо.